Здравствуйте, дорогие зрители Козероги! У меня для вас гадание на октябрь 2022 года. Я вас всех поздравляю с этим новым молодым октябрем. Желаю вам, чтобы он был теплым, светлым, продуктивным, чтобы он оказался лучше, чем август и сентябрь вместе взятые. Буду задавать картам вопросы про вашу естественную жизнь, про работу, любовь и все остальное. Ну, подумайте, что вы хотите про нее, про свою жизнь узнать. Позадавайте картам вопросы, пока я их перемешиваю, для того, чтобы это было не общее гадание, а как будто бы персональное для вас пророчество о судьбе. Первая карта. Первый разговор наш будет про работу. Давайте поговорим сначала про работу у Козерога. Тем более, что для Козерогов, наверное, работа – это всегда самое главное. Так, из колоды Золотой Таро вам достается четверка Пентакли, да? Ну, это неплохо. Четверка Пентакли, во многом вам можно успокоиться. Карта эта очень статичная, и она практически исключает какие-то крупные перемены на работе у вас. То есть, если вы боитесь какого-то кризиса у острова в бизнесе или в профессии, или неожиданные перемены, которые вас вынуждают там покидать рабочее место или что-то такое, то нет, скорее всего, этого не будет. Четверка Пентакли – карта, ну, как бы накопления, сбережения и карта жадных людей. Вот так вот она называется – масть Пентакли. Поэтому основное, что вас будет волновать в работе – это скорее не карьеры, не карьерный рост, а именно деньги, заработки и ценность, собственно, работы в текущем моменте для вас именно в этих заработках. Четверка Пентакли всегда советует вопрошающему ценить то, что есть и о чем вопрос. Вот мы задаем вопрос про вашу работу. Это подсказка для вас. Цените вашу работу, которая есть. Может быть, речь идет о новой работе, которая на вас сваливается. И вы тоже должны очень внимательно, практично, в каком-то смысле цинично, самокритично подойти и увидеть ценность, ценность происходящего, ценность этой работы. Масть Пентакли подсказывает вам все вопросы с работой. Оставаться, не оставаться, продолжать, не продолжать, какую работу выбирать. Все эти вопросы решать с чисто практической, очень материальной стороны. Оценивайте только деньги. Карта эта очень неэмоциональная. Здесь нужна ваша практичность, ваша жадность, ваше умение, желание оставаться на месте, то есть сохранять эту работу, сохранять то, что у вас уже есть, сохранять наработанное. И, естественно, карта, в общем, исключает перемены, беспокойство. Она очень даже неплохая. Но для кого плохая? Для кого-то она, конечно, плохая. Это четверка Пентакли. Для тех, кто в октябре затеял, например, как раз перемены в бизнесе. Если у вас есть собственное дело, и вы планируете, что в октябре все будет совсем по-другому, что вам удастся все куда-то развернуть, четверка эта, с одной стороны, говорит, нет, скорее всего, не будет, потому что карта инертная. Она говорит, очень трудно на фоне как бы общего благополучия решиться на перемены. Вы предпочтете синицу в руках, но не журавля в небе. А с другой стороны, эта четверка советует вам как раз вот так себя вести. Очень обдуманно, скучно, занудно. Эта карта зануда вообще. Занудных таких вот каких-то вот людей. То есть лучше ценить то, что есть, сохранять, накапливать. Применительно к деньгам, кстати, которые вы зарабатываете время. Четверка Пентакли говорит, что будут сбережения. То есть из зарплаты или из премий, из вот этого всего можно будет выкроить какие-то суммы, которые подлежат откладыванию. То есть вообще-то и какая-то премия крупная может прийти, которую можно не потратить вот на булавки, а что-то крупное купить или вложиться, как-то инвестировать. Далее деньги для Козерога. Ваша финансовая жизнь, ваша денежная жизнь. Что вас ждет? Доходы, расходы, соотношение дебета и кредита и ваши радости или переживания, связанные с деньгами. Тоже позадавайте картам свои вопросы. А мы раздаем советы и предсказания, пророчества. Про деньги Козерогу расскажет вот эта вот карта. Кстати, вот видите, у вас вообще расклад начался с Пентакли, с денежной масти, поэтому такая новость, безусловно, хорошая всегда и для всех, да, бесспорно хорошая. То есть это денежная масть. Спрашиваем про деньги, выпадает работа. Видите, как здесь все перекрещивается очень правильно. Спрашиваем про работу, выпадают деньги. Логично, да, на работу ходите с деньгами. Спрашиваем про деньги, выпадает работа. То есть вот уловите прямую, прямейшую вот такую вот связь между этими двумя явлениями вашей жизни. Деньги и работа. Понятно, что это всегда связано, но сейчас это как-то связано, знаете, особенно, особенно. И связать это можете и должны, конечно, только вы. Тройка Пентакли, хорошая, хоть и не крупная денежная карта, говорит она в основном о том, что деньги будут. Может быть, не такие большие, но не будет денежных потерь, не будет денежных обманов, не будет каких-то сожалений и вообще кризисных ситуаций, связанных с деньгами. Карта очень добродетельная и последовательная. Она вот советует решение всех денежных вопросов, решение всех денежных вопросов не откладывать, нет, но и не торопить. Карта по правильному в теории Таро называется работа. То есть она вам говорит, вот работайте над своими деньгами, работайте над своим финансовым положением, без риска, без конфликтов, без каких-то особых, даже эмоциональных, собственных затрат. То есть карта позволяет вам необходимые, хоть и дорогостоящие покупки. Карта позволяет вам, например, вкладывать деньги, куда-то инвестировать тоже по чуть-чуть и, в общем-то, с большой осторожностью. Не время переживать в обе стороны негатив и позитив о деньгах. Нужно быть очень практичным. Вот, кстати, четверка, тройка, да, две карты подряд рекомендуют козерогам быть практичными. Экономными, кстати, экономными и очень-очень взрослыми. Вот эти обе карты предполагают такое не спонтанное, очень взрослое распоряжение доходами и расходами. Поэтому, ну, сделаем такой вывод на работе и в заработках, и в деньгах у вас все весьма-весьма спокойно. Кстати, это же тройка и четверка вместе, да, приход новой работы такой достаточно, не без перебора, да, но достаточно денежный, они вам обещают появление работы, которая может вас очень даже прилично, прилично кормить. Давайте для гадания на любовь возьмем карты из моих любимых. Это Таро Кашачий Глаз. Здесь все истории котиками изображены, истории жизни котиков. Ну, соответственно, мы себя с ними как-то ассоциируем и соотносим, и делаем выводы, что ждет нас. Итак, любовные истории, ваши переживания, личные, любовь, жизнь в паре, судьба, романтическая судьба, наверное, так тоже можно сказать. Вам выпадает, ну, очень подходящая, кстати, карта, двойка кубков. Двойка кубков, видите, что котики здесь обнимаются, поэтому вопросов у вас не должно быть никаких. Карта называется пара, ну, то есть самое первое сообщение для вас, самое такое. Всеобъемлющие, общие козероги будут находиться в паре, это любовная, романтическая пара, двойка кубков. Ну, кубки это вообще любовная такая, эмоциональная масть. То есть вы найдете пару, или, может быть, воссоединитесь с кем-то. Новое знакомство, может быть, да, человек очень-очень подходящий. То есть карта эта спешит к вам, чтобы как бы исключить одиночество. Она говорит, что вот этого ощущения внутреннего или внешнего какого-то объективного, что вы одни, что вы позабыты, позаброшены, что вами никто не интересуется, никто вам на звонки не отвечает. Вот этого ощущения не будет. Но тут тоже довольно все субъективно. Кому-то для ощущения пары нужна прям, нужна совместная жизнь и совместные какие-то завтраки, а кому-то достаточно просто там регулярной переписки, знаков внимания и так далее. Вот. Естественно, если в одиноке новые знакомства очень даже возможны, вам как бы рекомендовано их искать, потому что любая карта, мы здесь ее рассматриваем, как предсказательное значение, так и какой-то совет. Вот эта двойка кубков как раз и советует козерогам, найдите себе пару уже. Скорее всего, сейчас в наше трудное время ваша жизнь будет счастливее, веселее и эффективнее. В паре, если вы будете в паре с другим человеком, а шансы на это очень-очень хорошие. Но это еще не все про двойку кубков. Самое интересное, вот несколько карт мы могли вытащить из колоды Таро, которые бы вам примерно то же самое пообещали, да? Новое знакомство, там романтические приключения и все. Но только двойка кубков говорит, как гарантирует, знаете, ставит такой штамп гарантийный. Это взаимные чувства, вот представьте, вза-имные. Ведь не случайно автор, здесь все продумано в любой иллюстрации, не случайно автор, как вы думаете, нарисовал, как положено, совершенно идентичных котиков, да, мы предполагаем, что это кот и кошка, ну это не важно, вот, идентичный мог бы нарисовать черную-белую, да, черная кошка-белый кот. Нет. Почему так? Подчеркивается одинаковая ценность, одинаковая значимость партнеров друг для друга. И это тоже карта говорит, что ваши чувства именно в этом октябре могут неожиданно даже для вас обрести вдруг взаимность, понимаете, или вы убедитесь, может быть, вы уже встречаетесь с каким-то человеком, и вы его выбрали, но именно в это время вы вдруг узнаете о взаимности. Это разговоры, это признание, естественно, это, может быть, какие-то поступки, которые демонстрирует ваш партнер, неважно. То есть такая песнь взаимности. Октябрь – это время любовной взаимности для вас. Но, опять же, карта и совет. Может быть, вы как раз долгое время не отвечаете взаимностью человека, человеку, который ее очень-очень ищет, который вам предан, вас любит, где вас сопровождает и так далее. Тогда вот это для вас совет. Все-таки рассмотрите и согласитесь, и ответьте взаимностью. Ну, вероятно, вдвоем вам явно будет лучшим, чем в одиночку. Поэтому спросили про любовь. Видите, как мы спросили про деньги, увидели работу. Спросили про работу, увидели деньги. Ну, все вместе, да. Спросили про любовь, карты говорят про любовь. Поэтому это какой-то очень безмятежный месяц для вас. Месяц, в котором все на своих местах. Но подождите, стойте-ка. Мы же еще не погадали на семью. Так, семья, ваша частная приватная жизнь, дом, квартира, родственники и вопросы недвижимости. Это следующая тема моего гадания для Козерога. Классическая Таро Уайта для вас. Пока все очень бодро. Несколько скучновато для людей с авантюрным характером. Такие бывают среди Козерогов, интересно. Домашние радости. Тускуков. Крупная, счастливая, везучая. И, как я говорю, подарочная карта вам достается. Ваши семейные дела. Они просто хороши. Происходит нечто, приходит какая-то новость, случается какое-то событие. Неожиданное, которое вы воспринимаете как крайнее или бескрайнее какое-то счастье. Тускуков – это и новый дом, и новая семья, и рождение нового ребенка, и возвращение старого ребенка откуда-нибудь с учебы, например. То есть это такой момент, ну, абсолютного счастья, знаете, такого изобильного. Тускубков – это еще и любовь, поэтому… А мы видели до этого двойку Кубков. Поэтому очень многим Козерогам судьба соединиться или воссоединиться с любимым человеком под одной крышей. Тускубков описывает нам дом, жилье, строение, жилище, в котором живет любовь, как бы это высоко, может быть, банально не звучало. И повод для того, чтобы вот объединиться, тоже какой-то очень-очень крупный. То есть вот Тускубков очень редко, ну, не очень, да, скажем так, редко имеет материальный смысл, материальные значения. Поэтому я вас не уговариваю ждать именно материальных подарков, ну, то есть, что наследство вам достанется. Хотя это не исключено. Более для этой карты интересны вот ваши переживания и момент, когда вы возноситесь буквально на вершину блаженства. Любят, любят авторы в каких-то более модерновых, прогрессивных колодах на этой карте изображать сцену рождения ребенка. То есть это для многих, для кого-то аллегория, кто, скажем, не ждет, да, таких сюрпризов. А для многих это прямо вот в буквальном смысле известие о беременности, уже рождении ребенка. Ну, то есть вот во всех смыслах это появление новой жизни. Я вас поздравляю. Дорогие козероги, я, конечно же, еще раз желаю вам насыщенного, доброго, счастливого месяца. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok